это volvo v90 cross country и mercedes-benz е-класс в модификации all-terrain у volvo заявленный клиренс аж 210 миллиметров у mercedes намного скромнее всего лишь 156 но у него пневмоподвеска и это базовое оснащение у volvo пневма только сзади это опция volvo представлен у нас турбодизелем двухлитровым это базовый мотор мощностью 190 лошадиных сил в базе он стоит 3 миллиона но этот автомобиль конкретно 4,9 миллиона mercedes пока что единственно доступная на рынке версия 220 d тоже двухлитровый турбодизель очень близкая мощность 194 лошадиные силы и стоит он от 4 миллионов уже панорамная крыша кожаный салон виртуальная комбинация приборов система автопилота и естественно что такой автомобиль стоит 4 миллиона 770 тысяч намного больше чем базовая версия за рулем mercedes и конечно ощущаешь себя за рулем премиального автомобиля качество кожи отделка вот это под карбон панельки на колоночках алюминиевые все это сделано с высочайшей точностью все выверено по зазорчиком по фактуре то есть когда нажимаешь кнопочку регулировки сиденья очень удобно кстати вот эта схема когда все в доступе все наглядно чувствуешь насколько отзывчива эта кнопка по усилиям кнопочки включения вентиляции то же самое светодиодики приятные загораются кнопочки на руле есть физически а есть сенсорные которыми можно перелистывать менюшки либо на центральном дисплее либо на дисплее комбинации приборов перелистывать режимы очень удобно сиденье мне здесь нравится больше чем volvo она более цельная при этом более комфортно если в volvo я ощущаю разные части и где-то там провалы где-то там швы я чувствую то здесь все цельная под себя отрегулировал геометрию конечно широчайшие возможности регулировки этого комфортного сидения и ушки настраиваются и массаж есть и длину можно подстроить ну и диапазоны естественно при моем росте 190 у меня еще огромный запас по регулировкам если говорить о посадке то сиденье ца здесь конечно не такое хорошее как на мерседесе сиденье ца с таким профилем чувствуется что ли не состоит из нескольких частей очень приятные приборы да они рисованные но можно поменять их дизайн и слышен шум достаточно громко работает вентилятор встроенные в сиденье вот это не очень приятно все настройки зашиты в меню вот этого планшета центрального то есть приходится достаточно сильно отвлекаться от дороги но есть и дублирование функций можно многие параметры задавать непосредственно с рулевого колеса кнопки на руле слева отвечают за круиз-контроль справа за настройки различных пунктов меню например вот я сейчас вывел специальное окошко поездка бортовой компьютер медиа здесь я могу выбрать источник звука и поменять волну телефон могу посмотреть последние звонки все рассосе цировано все очень удобно и прямо вызвать последних абонентов регулировка температуры нужно нажимать на клавишу температуры и перемещать движок по дисплею тачскрим но есть еще и другой способ можно использовать голосовое управление нажимаю мне холодно температура установлена на 21 градус автоматически система поднимает на 1 градус температуру заданную в климат-контроле так что вот это вот неудобство дисплея неудобства функции она половинчатая то есть мы его принимаем только на половину mercedes все же на своей пневмоподвески чуть комфортнее чем volvo на большинстве дорог с хорошим покрытием перинка между кузовом и асфальтом она ощутима все-таки пневмоподвеска она дает преимущество над обычными пружинами на mercedes шинки во всех режимах практически слышны больше чем на volvo здесь двоякий подход с одной стороны это может быть и причина в самих покрышках они непрокалываемые run-flat с усиленной боковиной но и чуть пожестче чем обычные и второе во всем остальном mercedes тише и поэтому я слышу эти шины больше по динамике разгона что mercedes что volvo очень близки там разница какие-то четыре десятых секунды у одного 9 и 2 у другого 8 и 8 но преимущество все же mercedes и преимущество не только вот этих 0,4 секунды а и в управление скорости все-таки на нем чуть приятнее отклики на газ чуть активнее они плюс к тому если перевести шасси в режим спорт то отклики становятся еще активнее и конечно же практически нет никакого ощущения что ты едешь на дизеле не по звуку не по динамике разгона ну вот что касается динамики наступаю в пол до 4000 раскручивается мотор очень плавное начало движения в каких-то ситуациях это мешает выезжаешь со второстепенной дороге нужна динамика мешает но можно перевести в режим динамик до этого у меня был базовый режим комфорт вот я остановился никаких отличий то же самое как из какого-то болотца вынимает ноги и начинает движение низких стартов на этом автомобиле вы не добьетесь по управляемости это mercedes он с одной стороны такой весь мягенький плавненький но с другой стороны чувствуешь автомобиль хорошо и возникает желание ехать быстро он хорошо реагирует на подруливание нет проблем с точностью управления дорога узкая встречные но идешь в свое удовольствие автомобиль прежде всего заботиться о вашем комфорте а комфорт на очень высоком уровне у меня сейчас входящий звонок очень приятный звук входящего звонка тоже казалось бы мелочь но приятно очень мягкое бесшумное качение покрышек несмотря на то что здесь 19 дюймовые шины низкопрофильные специально разработанные шины с маркировкой волк езда по неровностям даже на 19 дюймовых шинах вот я несколько комфортно я напомню у меня все еще включен режим динамик по реактивному действию потому как автомобиль выполняет команды водителя все располагает к спокойной размеренной езде чуть побыстрее чуть поактивнее уже начинаются какие-то крены уже начинаются какие-то неточности в общем в ездовых свойствах практически во всех mercedes пусть ненамного но выше volvo у volvo 210 до под подрамником но под пластиковой защитой 200 миллиметров чуть пониже но все равно много но у mercedes это не 156 у mercedes это 173 миллиметра в самом верхнем положении пневмоподвески то есть разрыв между volvo и mercedes по клиренсу не такой уж и большой плюс к тому вот эти 173 миллиметра мы намерили под силовой металлической защитой напомню у volvo она пластиковая никто не будет покорять бездорожье на вот этих вот универсалах повышенной проходимости это первые audi all-road были покорителями бездорожья теперь и audi all-road и mercedes all-terrain и volvo cross-country это уже такие круизные автомобили для дальних путешествий для дальних комфортных путешествий когда ты сидишь за рулем кажется что ты на обычном легковом автомобиле конечно куда-то залазить в такие дебри страшновато но когда мы съехали в эти дебри то оказалось что mercedes едет лишь чуть-чуть хуже чем volvo за рулем volvo по разбитой грунтовой дороге по этому грейдеру я могу ехать и быстрее чем 50 километров в час сейчас у меня спидометры 53 автомобиль до потряхивает но нет жестких ударов нет ощущения что сейчас автомобиль развалится и даже на крупных неровностях так покрупнее все таки на разбитой грунтовки на вот таких крупных неровностях volvo предпочтительнее mercedes по эксплуатационному расходу автомобиль очень близки где-то в районе 9 10 литров средний расход у нас получился у меня в руках два ключа но если бы вместо них были две тяжелые сумки я бы подошел к mercedes у сделала такое движение под задним бампером багажничек открылся бы сам багажник полка отъезжает вверх при открывании крышки очень удобно ровные стенки ну богатая белая обивка конечно можно заказать и другую мы померили стандартными почтовыми коробками получилось 15 коробок под вот эту отъезжающую шторку подполье тоже очень большое сюда можно положить хорошего размера дипломат или сумку спрятать от посторонних глаз и это обусловлено тем что автомобиль не оборудованным запасным колесом потому что обут шины runflat позволяющие ездить с нулевым давлением а еще на вот этой вот крышке с обратной стороны закреплен кронштейн который вставляется в специальные направляющие и эти направляющие можно перемещать по рейлингам образуя вот такую перегородку косую прямую как угодно поджимая груз стоящий в багажнике чтобы он не летал и не бился об стенки очень удобная но и складывание сидений две клавиши по бокам складываются спинки сидений образуя практически ровный пол volvo собственно говоря здесь такая же система только нужно махнуть ногой в сторону а не просто пнуть под бампер багажник чуть чуть поменьше мы померили его объем теми же самыми почтовыми коробками получилось на одну меньше то есть место 15 и 14 и по высоте он немножко скромнее за счет вот этих заваленных стоек задних стоек такие же кнопки есть и в багажнике volvo нажимаем чуть-чуть подождать откидывается одна часть сидения откидывается вторая часть сидения образуется точно такой же ровный пол как и в мерседесе полочка отъезжает точно также наверх здесь подполье а вместо подполья есть вот такая откидная крышка которая тоже делит объем багажника и позволяет перевозить что-то вот этом доступе то есть ближе к заднему бамперу не надо тянуться в недра этого огромного багажника полочка но это уже не полочка это у нас пол фальш пол приподнимается при помощи газового упора и по одним достаточно обширное пространство но очень маленькая по высоте то есть сюда можно какие-то тряпки какие-то мелкие плоские предметы бросить еще ниже под обивкой здесь китайская запаска-докатка мы около церкви с божьей помощью попробуем продемонстрировать как работает система city safety на этих двух автомобилях у нас есть доброволец который будет переходить по всем правилам дорожного движения по пешеходному переходу автомобили будут ехать и водитель как бы отвлечется они сами в автоматическом режиме перед пешеходом тормозят сейчас посмотрим так я разгоняюсь до скорости 50 километров в час могу даже включить круиз-контроль убрать ноги с педалей вот ноги и как бы не замечаю пешехода все автомобиль остановился у меня конечно ноги пошли автоматом к педалям но не могу я едущий на человека не перенести ноги замигала система аварийного торможения появился знак внимание пешеход сейчас посмотрим как это сделает volvo отрегулирована city safety на раннее срабатывание те же самые 50 километров в час и тот же самый пешеход стоит смотрим вот так это все происходит на volvo то есть раннее предупреждение блямкает сигнал на проекционном дисплее на комбинации приборов звуковой сигнал я слышу в общем-то машина взывает меня к разуму требует чтобы я сам затормозил но если этого не делаю то полностью останавливается перед идущим пешеходом ли стоящим пешеходом но коль уж мы экспериментируем с этой системой то попробую включить на позднее срабатывание что это будет означать сейчас я разгоняюсь до тех же 50 километров в час могу опять же включить круиз-контроль все так же и происходит но только чуть попозже чуть активнее чуть резче автомобиль тормозит и 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